Ледовая арена, зал фехтования, бассейн, тренажерный и танцевальные залы. Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор» торжественно открыли в Химках. Многометровый спортивный объект больше года ждал своего открытия. Когда здание было готово к сдаче, началась пандемия коронавируса. Тогда помещение отдали под ковидный госпиталь и разместили в нем сотню коек для тяжелых пациентов. С улучшением эпид-обстановки физкультурно-оздоровительному комплексу вернули ему главное назначение. Сегодня у горожан, у химчан появится дополнительная возможность заниматься плаванием, фехтованием, разбивать себя. Комплекс современный будет мотивировать наших детишек заниматься. Заниматься здесь единовременно могут более 250 человек. И это не только дети. На тренировки смогут приходить и все желающие взрослые. Рядом со спорткомплексом расположился лыжный стадион имени Анфисы Резцовой. Два этих объекта представляют собой целый спортивный кластер. Вместе они становятся точкой притяжения всех, кто стремится приобщиться к здоровому образу жизни. Но главное, что все для людей. Я искренне надеюсь, что будут приходить люди, дети. И действительно, химки, территория спорта многое развивается. Оценил объект и поздравил гостей с открытием многофункционального спорткомплекса глава городского округа Дмитрий Волошин. Для меня очень важным является то, что у нас наконец-то появился свой городской лед муниципальный. Не частный, хороший, некрасивый. А именно наш городской муниципальный лед. И лед, и бассейн, фехтование, многое-многое такое. Уважаемые химчане, от мала до велика, всем добро пожаловать. Продолжать традиции спортивных достижений химок отныне будут здесь, в новом спорткомплексе с громким названием. Имя «Новатор» объекту дали не случайно. Такую инициативу в рамках движения общественной поддержки выдвинули сотрудники НПО имени Лавочкина. Дело в том, что именно так назывался стадион, построенный заводом еще в советские времена и ставший колыбелью для нескольких поколений олимпийских чемпионов. Идею поддержали лидеры движения общественной поддержки. Именно они были как раз и хозяевами, и инициаторами «Новатора». И руководство пошло навстречу. Мне кажется, это очень хорошо, что мы не забываем то, что было. И это продолжается уже в новых спортивных сооружениях, в новых спортивных результатах и в новых спортивных достижениях, которые будут у химчан. «ФОК «Новатор»» построен при поддержке правительства Московской области. На сегодняшний день далеко не каждый муниципалитет Подмосковья может похвастаться подобным спортивным объектом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова